Ну, после приема сальца, значит, вот с таким кусочком хлеба, мы решили все-таки как-то приподняться и подвигаться, хотя это иди. И переста сегодняшняя наша эфира. К нам приехал, к нам приехал Руслан Ринатович Питалев, врач высшей категории, кардиолог-самнолог, заведующий отделением платных услуг Краевой клинической больницы. Мы говорим вам доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Я не отпущу вас. Настоящий, настоящий. Мы вас видели только, да, только только через экран. И вы в халате были. Я уже соскучился по вам. Очень приятно с вами познакомиться. Скажите, пожалуйста, а вы во время самоизоляции, как мы, немножечко раздобрели? Ну, признайтесь честно. Ну, многие люди... Среди за весом. Я признаюсь, что нет. Не слежу за весом, но просто это все однообразно. Как бы у меня нет, не было изменений образа жизни и питания, поэтому я, собственно говоря, остался таким, каким остался. А где халат? У меня вопрос, где халат, ваша красивая. Да, да, да. Сегодня на работе остался халат, а я сразу из дома на эфир. Руслан Григорьевич собрался на пикник же. Зачем халат? Ты думаешь, докторат без халата вообще никуда не ходят? Просто вот всегда вот в них. Но, наверное, вы знаете, какие-то секреты, связанные с двигательной активностью? Ну, летний спорт, да. И что посоветуем для здоровья, для организма, для сердца? Какие виды спорта? Но, при этом, мы же не профессионалы, как и многие люди. Просто обычные люди. Но представим, что мы на пикнике. Тема у нас сегодня такая. Ну, на воздухе. Пикниковая. А то, что лето пикниковая. Пикниковая, да. Но нахождение на воздухе, это само по себе уже полезное, да? Поэтому летний период времени для нас он особенно актуален, и мы хотим побольше побыть на воздухе. Но если ссылаться на ученых, то некоторое время назад, там несколько лет, были опубликованы такие интересные данные, что самыми полезными видами спорта считаются теннис, бадминтон и сквош. Ученые доказали. Бадминтон? Да. Ученые доказали, что примерно на 50% снижается риск преждевременной смерти от любых причин, и примерно на 40% от сердечно-судистых заболеваний. Что важно для мужчин? Да. Также в этом же исследовании было опубликовано, что велоспорт снижает на 15% преждевременную смертность, но при этом никак не влияет на сосуды и сердце. Ну представьте, а что у нас есть, не знаю, мяч волейбольный, вот волейбольный мячик. Да, вот я купил себе волейбольный мячик. Вот мы из семьи вышли, как, в принципе, это влияет на здоровье? То есть мы бросаем руками, бросаем, 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 и вот так, и вот так. А чего мы ждем от спорта? Хороший вопрос, ответь, пожалуйста, на него. А чего мы ждем от спорта? Чаще всего, вот мы чего ждем от спорта? Смотрите. Физически куда-то... Смотрите, чаще всего. Совершенно верно. Мы ждем как бы изменений в себе. Хорошей формы. Бег, там, велоспорт, плавание. Мы ждем, да, хорошей формы. Но самое главное, это психоэмоциональное состояние. То есть лучшего антидепрессанта, чем спорт, нет. Поэтому спорт влияет на настроение, снижает уровень депрессии и дает нам удовольствие. Скажите, а как вы относитесь к такому вот спорту, который многие и не спортом, в общем, считают? Ну, простите все, бадминтонисты меня. Но для меня это все-таки вот такое развлечение. Вы думаете, это тоже как-то помогает и что-то развивает? Бадминтон? Да. Ну, конечно. Здесь же идет, помимо работы мышц, суставов, еще и координационные вещи, внимательность, настойчивость и, опять же, психоэмоциональные. То есть вот самое главное, это не ориентироваться на то, какой спорт полезен, какой спорт вреден, а то, чем нравится заниматься. Если это делать в удовольствие, то любой вид спорта, он будет полезен для здоровья и, соответственно, для психоэмоционального состояния. То есть надо делать то, что нравится. Если есть мяч, мне кажется, каждому из нас попинать мячик нравится, побить мячик нравится, побегать. Причем без разницы какой-то в баскетболе или в волейболе. Конечно. Ну, давайте напомним вообще тогда про разминку немножко, потому что, ну, вот, как я, например, у меня там проблемы со спиной, и я вышла в бадминтон играть с тобой, Валера. Мне кажется, сейчас мы должны как-то это проделать, ну, хотя бы немного попробовать, какие мышцы работают, да? Ну, чтобы проблем-то не было, мне же нужно. Это важно, да, особенно если есть какие-то хронические заболевания, остеохондроз, может быть, да, то, конечно, обязательно нужно разминаться перед любой физической нагрузкой. То есть, естественно, мадминтон, теннис, велоспорт, нужно обязательно растянуться, разогреться, поприседать, помахать руками, только потом начинать уже активно двигаться. Я вспоминаю в детстве, ой, как родители купили, и что, мы всегда, ой, знаешь, проверяли вот эту сетку, а у меня сетка так вот натянута, а у тебя как натянута. Очень интересно, мы делали так, мы делали вот так, вот обязательно сделать здесь дырочки. И, причем, к валанчику привязывается, что тяжелое, потому что он разлетался. И всегда, когда ты начинаешь играть, дует ветер жуткий, и он куда-то улетает, вообще чисто поле. Не, ну, спорт же, он достаточно такой серьезный, ты видела, как играет мне профессионалы? Мы можем сейчас... Там просто... Давай, давай. В общем, я отказываюсь от поединка, мне кажется, я проиграла заведомо. Не, ну, ладно, не, давай попозже сыграем. Я хочу про скейтборд сказать. Это вид спорта такой, но он какую-то пользу вообще приносит. Вот, представь, красиво, да, я сейчас вам покажу, как я умею кататься. Давай. А это, наверное, лонгборд вообще-то или скейтборд? Да, разница есть, что ли? Да, есть разница, есть разница. Есть, так это что, это не скейтборд? Этот для трюков, я так понимаю. О, Валера, я сейчас вам покажу вам трюки. Ты зажжешь, да. Вот, 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 вот. Что тут работает? А все работает, все, 90% мышц работает. Ты чувствуешь, ты чувствуешь? Вот шея у тебя сейчас работает вот здесь, например? Да. Уши нормально? Уши, да. Даже мышцы лица работают, потому что он улыбается. Да, да, да. Как к вам подъехать на поближе? Слушай, ну, у тебя талант, ты еще пытаешься передвигаться. Сейчас я к вам подъеду ближе, тяни меня к себе. То есть это для кого? Так, помним, проблемы со спиной. Я вот не буду, если будешь падать, на меня не вешайся. Вот так, оп, 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 оп. То есть все-таки плюс в этом есть, да, если люди занимаются, вот, катаются постоянно. То есть не только они там падают, травмы получают, ты говоришь, сколько удовольствия. Конечно, здесь и вес, и координация, и выносливость, и, конечно, это командный вид спорта. То есть люди, особенно же подростки этим занимаются, объединяются, делятся опытом друг с другом, пытаются достичь каких-то высот, трюков. А вот теперь, Руслан Иванович, признайтесь всем, вот смотря на камеру, вы каким спортом занимаетесь летом? Да. Вы там их-напросто бомбитон играете, да, в футбол, в футбол. Он мастер острых вопросов. Понятно. Ну вот, честно скажу, что вот из этого всего я ничем не пользуюсь. А ролики, ролики, ролики? Нет. Нет? Я предпочту велосипед, ну, по пересеченной местности, конечно. Люблю играть в сквош, но это не связано с тем, что оно полезно для здоровья, мне просто нравится уже много лет. Это когда об стену, да? Об стену, да. На веревочке об стену? Нет, не на веревочке. А если еще на веревочке? Просто об стену... В паре, в паре играть, да, очень. Не раз ли пробовал прямо... Я рекомендую, очень рекомендую, да. Сейчас подвигаться в этой комнате и все. А бег, а бег, что? Ходьба? Бегать не люблю, ходить тоже не люблю. Вот, непопулярное мнение. На работу тоже? Сейчас все очень любят. Приходится ехать. Очень любят бегать. А, слушайте, вот про ваш сквош. Там же работает только одна рука, кстати. Вы только одной рукой работаете? Ну, чаще всего, конечно, правой рукой, потому что, я правша, но можно и работать левой рукой, но при этом там все равно работает весь корпус. Поэтому там и выносливость, и нагрузки, и на легочную систему, и на координацию, и на внимание, потому что там мячик летает очень быстро, и поэтому после тяжелого дня особенно, ну, мне очень нравится. Так, Руслан Анатольевич, давайте подойдем в итоги определенные. Понятно, спортом нужно заниматься, нужно быть внимательным, потому что нагрузка на сердце идет. Все-таки проконсультируйтесь обязательно со специалистами, если вы решили заняться каким-то определенным видом спорта. Ты проконсультировался вообще? Я тебе про себя, я что-то, ноги и все, ноги, у меня ноги сильные, все хорошо. Да. Мы сегодня говорим про пикники, ответьте, что для вас главное в пикнике? У нас два варианта. Это когда... Врачи варианты есть. Да, варианты есть. Это когда красиво, эстетично, нарядно все, либо в пикнике главное еда. Потому что вкусная еда. Что вы выберете? Ну, только по-честному. Что вы выберете? Да, по-честному, это компания. У нас нет такого варианта. Нет, 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 выбирать что-то одно. Ну, учитывая, что к еде я достаточно равнодушен, поэтому пусть будет красиво. Пусть будет красиво. О, спасибо вам большое. Пусть будет красиво. За эстетику, да? За эстетику. Вот плюс один. А можно дополнительный вопрос? Вот просто дополнительный вопрос, как бывает такой, офф-топ-сверх, мы сейчас ели такие бутерброды с салом, и меня всегда волновало. Это же люди делятся на две части. Одни говорят, вот сало, Валера, это полезно. Это вот для всего. Да, мы едим. А другие говорят, о, да вы что, это холестерин сплошной. Вы как на это смотрите? Вот прямо сейчас вот вся страна, весь край смотрит на вас. На самом деле сало, это жиры, которые не вредные, скажем так. То есть гораздо есть важнее, вреднее. И хуже жиры, это, например, маргарин. Это категорически как бы будет влиять на здоровье. А что касается сала, его можно принимать в умеренных количествах, ну, чаще всего вот в ладошку, если помещается. А вот возьмите там, пожалуйста, если несложный. Я могу подать, да. А вот смотрите, у вас вот порция, да, здесь порция. Ну, ничего страшного. Это примерно вот на нас двоих. Мы сейчас можем показать, да, кусочки сала. И на троих еще лучше. То есть это такая маленькая порция? Ну, или маловато будет на троих, наверное, да? На двоих, да? На двоих само то. Так, вот, вот, вот. Вот, это на двоих, порция на двоих в день, да? Да, но не больше, да? Ну, не больше, потому что могут быть проблемы с пищеварением и так далее. Ну, в общем, все должно быть в меру. Говорил нам кардиолог-сомнолог Руслан Ринатьевич Питаев. Обратите внимание, Валера все это время стоял на скейтборде. Все это время. И поехал. Его немножко... До свидания! Да-да-да. А у нас, пока Валеру увезли, вы слышите, там нормально все будет. Сейчас его починят. У нас сейчас будет сюжет. Я предлагаю нам с вами его посмотреть. Там рассказывают про гаджеты. Представляете, для пикника еще существуют гаджеты. Специальные. Специальные. Поэтому вместе с вами, с жителями края смотрим.